Добрый вечер, уважаемые зрители! Вы смотрите обзор карты боевых действий на воскресенье, 15 февраля. За несколько часов до начала перемирия ситуация на фронтах Новороссии резко обострилась. Украинскими силовиками были предприняты многочисленные попытки атак при фронтовых населенных пунктах под контрольных ополчению. На Мариупольском направлении бойцами армии ДНР была предпринята успешная попытка контратаки позиции ВСУ в Широкино. В итоге Широкино перешло под полный контроль бойцов ДНР. Но на этом боевые действия в Широкино не закончились. По позициям ополчения здесь плотно отработала украинская артиллерия, после чего бойцам ополчения еще пришлось отбивать две контратаки ВСУ. Одновременно с боями в Широкино продолжались и боевые действия под Павлополем. Здесь бойцы ополчения предприняли попытку вытеснить украинские части из населенного пункта, но попытка, к сожалению, оказалась безуспешной. Павлополь остался под полным контролем ВСУ. Боевые действия под Петровским продолжались практически до полуночи. Все попытки украинских сил зайти в населенный пункт были безуспешны. Донецк и прилегающие к нему населенные пункты, вплоть до перемирия, продолжали ощущать на себе работу украинской артиллерии. В то же время в Марьинке шел интенсивный стрелковый бой. Здесь части ВСУ предприняли попытку оттеснить ополченцев из восточной части населенного пункта. Территория населенного пункта Пески уже после вступления в силу перемирия подверглась артиллерийскому огню ВСУ. Территория Донецкого аэропорта аналогична, но здесь еще украинские силовики предприняли попытку атаки. Украинская пехота в количестве одной роты при поддержке артиллерии пошла на штурм позиции ополчения вблизи РЛС. Несмотря на наступившее перемирие, бойцы ополчения были готовы к такому развитию ситуации и с легкостью отбили атаку. Ночью украинская артиллерия продолжала работать по жилым кварталам Горловки. Но с раннего утра и до сих пор здесь наблюдается полное затишье. В Дебальцевском котле перемирие в целом не соблюдается, но интенсивность огня здесь заметно снизилась. После наступления перемирия украинские силы в Дебальцево предприняли очередную попытку вырваться из котла. Атакованы были позиции ополчения в Новогригоровке. Со стороны Артемовска колонна снабжения в сопровождении бронетехники предприняла попытку пробраться в Дебальцевский котел. Недалеко от Нижнего Лозового при помощи артиллерии Новороссии колонна была полностью ликвидирована. В данный момент части ВСУ продолжают предпринимать отчаянные попытки вырваться из котла. А ополчение, в свою очередь, успешно их предотвращает. Также бойцы ополчения ведут ожесточенные уличные бои на северо-восточных частях Дебальцево. До начала перемирия был полностью освобожден район 8 марта. Позиции ополчения в Красном Пахаре и Санжаровке также были под ударом. Но бойцы Луганской республики продолжают успешно удерживать их. На Бахмутовской трассе стало значительно тише. Большая часть артиллерии отводится вглубь территорий. Фиксируются здесь лишь небольшие перестрелки в районе Ново-Ташковского и 29-го блокпоста. Две эти точки продолжают оставаться нейтральными. Продолжение следует...